Нужно предупредить остальных. Удачи! Нихрена! Я просто, ребят, давно в это играл, и я вот серьезно забыл, какие выборы я сделал. Всем привет, с вами канал Белостовая, и как я обещал, из своего финального выпуска по Walking Dead Мишон, я продолжу свою традицию проходить Telltale игры по разным сериалам и по комиксам в том числе. По комиксам я имею ввиду Wolf Among Us, но это не точно. Будем ли мы его проходить или нет, это не точно. Вот, что случилось? Опять FPS? Нет? Ну все нормально. И вот, ребят, в качестве, ну не то чтобы новой игры, а в качестве прохождения игры от Telltale, я решил выбрать сериал, у которого вышел восьмой сезон, и который, кстати, уже закончился. И сразу скажу, ребят, я не фанат этого сериала. Игра престолов. Telltale Games игры. Можно так назвать примерно эту игру. Что я могу о ней сказать? Во-первых, повторюсь, я не смотрел сериал Игру престолов. Это раз. А во-вторых, я эту игру уже проходил когда-то давным-давно, но не весь сезон. Поскольку я проходил из шести, шести эпизодов только пять. Потому что на тот момент шестой эпизод еще не вышел. И его было лень меня как-то, если честно, качать потом. Потому что я в тот момент его, по-моему, даже удалил. И вот сейчас я специально для вас, я перепройду Игру престолов и будет слепое прохождение шестого эпизода. Погнали. Погнали, так сказать. И, ребят, небольшое такое огорчение в начале. То, что это опять один сезон. У этой игры нету второго сезона, поскольку компания обанкротилась очень сильно. Северяне никогда этого не забудут. Тирион Лагистер. Он же Питер Динкович. Не знаю, ребят, почему у этой игры каким-то образом... Я не понимаю, почему. Но у этой игры очень странная загрузка. И она, походу, меня сейчас мою запись разорвет. Блин, я боюсь. Я боюсь как бы эту... Блин. Она зарвет меня сейчас запись, да? Блин, если эта загрузка меня разорвет, запись это все, это жопа. Блин, мне это не нравится. Она разорвает мою запись, нет? Блин, я боюсь этой загрузки. Просто эта загрузка, понимаете, в чем прикол? Она... Ну, скажем так, медленно эта загрузка очень. Игра адаптируется под ваши идеи. Ну, это понятно. Ну, это понятно. Это во всех играх появляется вот эта вот надпись. На протяжении тысячелетий форестеры были верными знаменосцами Старков. Это те, которые в Винтер-эскаме. Ныне на севере разразилась война. И вражеские дома хотят пересвоить рощу железностволов, которые владеют форестеры себе. Железностволы, редкие деревья, которые возрастают в самых темных уголках волчьего леса. В эти смутные времена судьба дома форестеров висит на волоске. Ух, успел. Я думал, сейчас не успею это все прочитать. Что происходит? Так, можно погромче чуть-чуть сделать? Спасибо. А еще? Вот так, хорошо. Короче, у нас здесь средневековье типичное. И рыли, и песни, и все дела. Сделал звук потише специально, чтобы меня было слышно. Хотя, что-то у меня возникает ощущение, что... Великий Джеймс Ланнистер, да ведь? Царь и убийца, клятва преступника, мужи севера пленили его. А женщина освободила. Хоть и он и говорит, что выбрался на волю сам. Меч Лорда Ворестера не очистит сам себя. И что, ты предлагаешь, чтобы я его почистил? Ну, давай, почему, собственно, нет. И на этот раз постарайся, чтобы пятен не было. Лорда Ворестер огорчится, если его меч будет... Не бойся. Это всего лишь кровь. А почему субтитры такие маленькие? Я, кстати, специально решил в настройки зайти. И, прикиньте, чё? Субтитры нельзя настроить. Теперь меч в подобающем виде. Когда-нибудь и у меня будет такой. У тебя? Да никогда в жизни. А... Так, давай не в пейс. Слушай, а почему нет? Почему нет? С винопасом не положено иметь такой меч. А знаете ли, тоже в этом участие участвовал я. В плене царя-убийцы. Его и близко не было в шепчущем лесе, где что. Как всё было на самом деле? Полагало, кто-то пленил царя-убийцу, и теперь... Да блин, а! Хочешь сказать, что ты схватил царя-убийцу? Да. Ну, в этом я участвовал. Ага, воины пытались кинуть его с лошади, а ты за этим наблюдал, вот и всё. Видишь, я об этом говорил. Я обоставил его на колени, лорд Форрестер. А до этого он здорово тебя навалял. Ты сомневаешься в чести Норрена? Я сомневаюсь в противости его истории. С каждым чудом она остаётся более правдоподобной. Или наоборот. Налей вино своему лорду. Давай. Док налей сам. Ты его оруженосица, твоя работа, не моя. А ты тогда кто? Спасибо, Гаррет. Я сам. И смысл у меня было тогда идти? Семья Норрена верно слушает Дому Форрестер уже несколько веков. В его чести можно не сомневаться. Даже Дон Тави у него в неоплатном долгу. Они никогда не видели, чтобы кто-то так сильно распахивал землю, как когда царь-убийца что-то бедного Норрена на поле битвы. Блин, здесь субтитры ещё быстрее, чем в этом. В Волкин Дат Мишоу. Выпей с нами. Сегодня мы празднуем. Ну, не знаю. Давайте, наверное, уже. Выпью. Мне не жалко. За Робба Старка. За Королев Севера. За Королев Севера. Давай, букнём. Молодой Волкус достоил Дон Форрестера. Великой чести. Завтра мы возглавим Авангард. И поведём его войско на утёк... На утёс чего? Боги к нам... Да блин, а! Вперёд! На утёс Кастрелли! Курна, а чё с мыши не так? Зима близко! Надеюсь, она начнётся уже после того, как война закончится. Я должен был сказать эту фразу, серьёзно, ребят. Я должен был сказать эту фразу. Потому что это самая знаменитая фраза, да, Милор? Я хочу, чтобы ты приглядел за Родриком. Я очень горжусь, что мне удалось вырастить такого достойного человека. Но в ночь перед боем, мужчины пытаются сыскать лживую отвагу на дне чаши. Мне хотелось, чтобы он был... Чё? Хорошо, Милор. А ещё я не знаю, как мне поступить с тобой. Почему мышь... Она медленно так едет. В смысле? Со мной, Милор? Ты уже несколько лет верно служишь в Дом Форрестера. Но я не думаю, жизнью пор быть оруженосцем. Как мне вознаградить тебя за преданность? Ну-ка, если... Ну, тут чуть побыстрее. А-а-а... Позвольте мне сражаться на вашей стороне, Милор. Ты уже доказал, что умеешь сражаться. С этим никто не сможет поспорить. Ну, я так не сказал. Многие сомневались в твоей кандидатуре, когда Домка назначил тебя моим оруженосцем. Со временем ты развел все сомнения. Я буду горд, если завтра ты отправишься вместе с Амангардом Рудрика. Не в качестве оруженосца, но в качестве воина. Правному Тому Форрестера. Благодарю вас, Милор. Обещаю, я вас не подведу. В этом я не сомневаюсь. Но пусть это остается между нами. Сегодня мы празднуем. И не хочу, чтобы дружки оруженосцы чувствовали себя униженными. Да, Милор. А теперь вступай и найди Рудрика, если сможешь. Конечно, Милор. Благодарю вас. Напоминаю, ребят, что я делаю это прохождение в седьмое пекло. Вкуши якуста. Оруженосец! Ты есть, Сивина. Можешь помочь? Ладно, но за тобой должок. Должок? Я пробовал оруженосца дольше тебя, а старше тебя по рангу. Ну, как скажешь, ладно. Напоминаю, что я делаю это прохождение в честь выхода восьмого сезона. И в честь его финала. Принести вина, пододри доспехи, почистить сапоги. Угораздило же меня достучаться Норену в то время, как ты что? Могло быть хуже. Сиди за языком, Боуэль. Могло быть хуже. Да что ты об этом знаешь? Боже, Норена нет ничего. Знаешь, в чем тебе повезло? Тебе много не нужно. Будь я свинопасом, который что? Свином в дерьме. Нет, но я бы тоже думал, что оседлать коня Норена, что-то там королевство. Я думаю, это пигфармин. Кто не любит бекон? Свинопасы. Те еще мудаки, да? Я хочу сказать, что таким темпом мы никогда не достигнем чего-то большего. Так и оставимся на дне. Или ты хочешь всю жизнь прослужить оруженосцем? Меня повысили. Меня не ждет такая участь. Чего? Завтра я буду сражаться, причем кличу, с Родриком и Лордом Форестером. Сирг Гаррет, мать его, великий. Невероятно. Меня бы тоже повысили, будь я, будь мой дядя Кастельяно. Мой дядя здесь ни при чем. Он может влиять на мнение Лорда Форестера, не так ли? Уверен, в этом и причина. Далеко еще? Нет, нам нужно вон туда. Близнецы, крепость Дова Фрея, Фреев, Красная Свадьба. Окей, допустим. Ты не торопишься, а ты не торопишься. Вы слишком много пьете. Хорошо, что Лорд Уолдор очень щедр. Проклятый Фрей. Отличная ночь для свадьбы. Я Барбалет взял. Лорд Фрейн не часто находит достойного мужа для этой чток. Короче, против нас заговорки. Не думаешь, что я понесу этот кувшин на тебя? Чего? А, за меня. Че? В чем дело? В смысле? Я ничего не сделал. Я только понял, что вы устраиваете заговор против нас. Нам нужно вернуться. Сейчас. Да не волнуйся, с ним ничего не случится. Нет, ты не понимаешь. Нам нужно уходить. Когда бери прокатый кувшин. Да что с ним не так? Что-то случилось? Бо, нам нужно уходить. Иди, если спешишь. Даже не знаю. Давай предупрежу. Нам нужно предупредить с остальных. Удачи! О! Ни хрена! Я просто, ребят, давно в это играл. И я вот серьезно... Я вот серьезно забыл уже какие выборы я сделал. Обалдеть. Успокойно! Вот это сейчас было неожиданно. Я и говорю, а не устраивает восстание против нас. Крыса, блин. Это капец сейчас было неожиданно. Ё-моё. Родрик! Надо было, наверное, спасти его. Ну да ладно. Сам виноват. Сорян, ребят, я сам виноват. Падак от короля! Так. Чё, куда? Куда, куда, куда? На куб? Нет? Эм... Ну! Давай! Нет? Так, давай, давай, беги, 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 беги. Готовь! Стреляй в него! тем времена еще и колеса сжигали чтобы их потом с холма вот так вот мы поняли а почему у меня мышка она у неё у мыши самая низкая чувствительность я не понимаю почему у мыши самая низкая чувствительность она она очень медленно двигается мышь я не понимаю проще вот эти вот как ее сенсорной панелью п20 целую новую вещь у меня есть еще одна идея ну да ладно давай давай ножки как раз вовремя чертовски чертовски рад вас видеть в чем смысл перекатывания ах тыж не успел потому что чувствительность мыши она очень низкая Родрик! Родрик! Родрик, мать твою! Зашибись! Зашибись! Скатите дорожка Это кто? Ты что ли? Гарет, ты нашел Родрика? Не знаю А это тот, которого убили! Я пытался его спасти Но нет, не мог сделать А это тот, которого убили в шею Где моё оружие? Ты ведь его не бросил? Я не бросал его. Я не бросал Боуэна. Но мне не удалось спасти его. Найди оружие. Живо! Ну вообще-то так-то я мог и сам взять. А ты что не берёшь? Возьми! Опа! Уолдерфрей! Крёклятый предатель! Пора уходить, милорд! Пока ещё есть такая возможность! Что-то ещё? Седьмое пекло. Да блин! Чего у меня чувствительность, блин? В раненых, милорд! Бывало и хуже. Уолдерфрей! Говорит, что... Не беги! Стражайся! Стражайся, как я хотел сказать. Чего я несу? Бери его от сыной своей жизни. И верни его в Железный Холм, где ему самое место. Нам нельзя тратить время. Будь я прокляд, если он попадёт в руки этих предателей. Я вас не брошу. Я не могу вас бросить! Можешь! И бросишь! Милорд! Милорд, Ях! Видят Боги и ты подчинишься мне. Передай своему дяде! Передай ему, что Северная Роща не должна быть потеряна! Так, надо тут запомнить. Это должен услышать только он, ты понял? Клянись. Клянусь. От этого зависит наше будущее дом. Клянусь, милот. Эй, это же Форестеры? Ступай. Ты должен сделать это ради нашего дома. Ступай! А че мне играть опять фпсит? Это плохо за мной. Убейте проклятых Форестеров! Ступи! Ну короче, он с одним топориком не... Че там меч летает! Летающий меч! Ой господи. Ну типичные баги илетающий меч. Я могу сказать. Летающий меч и и все остальное. Так, ребята. Кажись сейчас совсем скоро. Да! Отлично! Ребят, я представлю вам одно из самых величайших интро всех времен вот просто блин капец а чо и чо и он и в бейси смысле чо опять ну хорош ну так подожди или это попрощу полностью так его да давайте продолжим что опять у меня совп gespannt да 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 то да 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 А, в смысле, всё, что ли? А, это всё! Я думал, будет побольше тем идти. Ну ладно. Короче говоря, всё, что вы сейчас увидели, это одно из величайших эпизод 1. Железные изо льда. Всё, что вы, ребят, сейчас видели, это одно из самых величайших интро всех времён. Одно из. Поскольку таких интро очень много, на самом деле. Земля Фор... Ой, Землю Форестера. Королевский тракт. Так, ну вот сейчас FPS стало меньше. Так, а что в меч в крови, если... А, подожди, ну да. О, твои друзья, свинюшки идут. Свинопасы, такие мрази, бэй. Ну-ка, а почему у меня в этой игре внезапно, ну, скажем так, фризится этот, как его зовут? Мышь. Она как будто фризится. Я не понимаю, почему она фризится в этой игре. У неё чувствительность просто капец полная какой-то. Ой, кровь. Что? Серьёзно? Чувствительность мыши здесь полный капец какой-то. Я не могу нормально мышью управлять. Почему? Надо бы, наверное, мышь поменять или... О! Это синяя. Чё? Чё там? О, горит чё там. Ну-ка, давай-ка. На мече, кстати, эмблема. Быстрее обратить внимание. А, надо идти самому, ну ладно. Кстати, я тут опять же... Ну-ка. Нет, показалось. Я тут, кстати, опять же посмотрел в настройки игры и, оказывается, в этой игре можно бегать. Да неужели? Я, конечно... Не, я, конечно, ребят, знал, что в этой игре можно бегать, но... Пока я проходил Бэтмена, пока я проходил Страж, и пока я проходил Локинг Дед Мишон, такой возможности у меня не было. Это телега отца. И какого хрена... И какого хрена она тут забыла? Мне интересно узнать. Уж очень надеюсь, что после этого Лорд Балтон вознаградит нас чем-то там. Зима близко, поэтому Болтонам нужно пополнить запас свининки. И вот именно свинья. Ну, конечно. Ну, конечно, естественно, и они капец слепые какие. А почему такие слепые? Брэйс отсюда, пацан. Тебе здесь делать нечего. Папец. Отец! Вали и сказал. Если, конечно, не хочешь пойти на ком с свиньем, я вас убью. Обязательно надо было договорить? Да неужели? Можешь попробовать, если хочешь. Но в итоге пойдешь на ком с свиньем. Убирайтесь с моей земли. Теперь это земля Болтонов, парень. Лорд Болтон, новый хранитель севера. Думаю, ему понравится этот роскошный меч. Ну, ненадолго. Поверю. Нет. Я заберу его, парень. Только через мой труп, чувак. Пошел нахер. Поверю. Поверю. Да блин, опять? Чувствительность мыши здесь полное говно. Я не понимаю, почему. Может, это зависит от самой мыши. Реально? Ну ладно. Прикончите, давай, свинопасса. Панжалок. Ну, это вы так думаете. Ведь у меня есть вилы. А у вас нет. И топорик. Вилы, 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 вилы. Вилы. Отлично. Найс. Продыкай. Хорош. Молодец. Так, теперь топорик. Топор бери, чувак. Бери топор. Ты топор взял? Нет. Ты чего ждешь, что топор бери? Куда? Да блин, а! Заколебала уже Мэш, блин. Надо, короче, другую мышь поменять, наверное. Стоит, наверное, другую мышь поменять, чтобы у меня 4-дис была нормальная. Потому что без Мэш это играть нереально. Так, не надо. Нет уж. Пошел нахер. Фок ю, как говорится. Пощади, пожалуйста. Умоляю тебя. У меня семья. Они не выживут без меня. Поздно, чувак. Поздно, чувак. Ты уже согрешил. И не надо мне про семью врать. Лорд Уайт-Хилл. Ничего за это. Я тебе это обещаю. Так если вы на моего отца напали, если вы напали на мой дом, на мою деревню, на мою землю, что я должен был сделать? Конфетки вам раздавать, цветы вам дарить? Блин, опять FPS игра. Хорош, отец. Гарретт, ты жив. Да хватит FPS игра, задолбала, а. Слышь. Ну-ка. Вот здесь почему-то в меню игра не FPS. Кодекс? Что за кодекс? Ну-ка, что за кодекс? Оу. Тут можно почитать про персонажей. Нифига себе. Тут можно почитать про персонажей. Интересно. Твоя сестра. Очень с ней. Она пряталась. И в итоге FPS помнит. Я пытался остановить их. И в итоге это твои последние слова и твоя последняя буква в этой жизни. Мягкий знак. Я убью тех, кто это сделал. Ну, это само собой. Это само собой. Не, ну, конечно, стран... Не, ну, конечно, странный ответ у этого был, у которого полуподстриженного. То, что типа... То, что типа... Я отомщу за это и всякое такое. Ты пожалеешь за то, что ты сделал. Уж поверь, я и не пожалею. Я ни о чем не жалею. Железный холм. Крепость дома Форестера. Класс. Надо потом, наверное, до следующего сохранения сыграть. И пока на этом мы с вами закончим. Это Гарретт! Приветствуйте Кастильяна! Скажите, что его племянник выжил. Откуда у тебя царапина? Тебя же вроде... Никто не ранил. В тот момент. Они... О, я опоздал. Они были уже мертвы. Привейте Мейстера! Мы будем в Великом Чертоге! Сейчас! Или скоро там было написано. Скорее. Скорее, наверное, было написано. Два солдата Уайтлихов и один Болтон. Они убили мою семью. И ради чего? Моя сестра... Моя сестра... Ей... Ей было всего 8 лет. Старки бы никогда такого не допустили. Это немыслимо. Неприемлемо. Я соболезную твоей тратим. Благодарю вас, Мейстер. Мейстер? Или как там его правильно? Порез глубокий. Но думаю, мне не удастся спасти твою ногу. Было бы неплохо. Своё правосудие было неудумно. Некоторые сочтут это местью. Без сомнений, Уайтлихи скажут, что это было что. Я вершил правосудие, а не получить по заслугам. Это так. Тебе нельзя позволять Уайтлихам разбоничить на наших землях. Вот и я тоже. Эти личинки помогут избавиться от инфекций. Таким, раскрой свой уран, ладно? Ну, давай. Хоть этого мне и не хочется, но... Блин, жутко на самом деле. Фу, блин! Я не сейчас буду по ноге ползать! Ой, фу! Это точно летит, Блитерий? Для нас настало смутное время. Эти предатели убили лорда нашего дома и его старшего сына. Это точно лечебные! Даже более великие дома распались в подобное счет. Наш дом не падет. Очень надеюсь, что ты прав. Будущее этого дома теперь в руках лорда Итан. Но он молод и не готов взять для себя эту ношу. Потерпи. Сейчас немного пощиплет. Если уже не щиплет. Подержи это, ладно? Что именно? Судя по-разному, что его дядя, лох Ворестер спас тебе жизнь. Это так? Это так! Очень странно, что он спас тебя. Своего оружия носа, а не Родрика, своего сына. Ну, вообще-то я так-то повиновал. Его не забыл. Я здесь буду открытым. Родик был ранен. Его не забыл спасти. Я не уверен, что Лох Ворестер пожертвовал собой ради члена своего неважного какого ранга. Леди Форестер приедет с минуты на минуту. Но сначала мне нужно, чтобы ты походил. Хочу посмотреть, сможешь ли ты переместить что? Что переместить? Блин, опять с мышью надо работать, серьезно? Ну, не останавливайся. Нужно, чтобы кровь циркулировала. Ох ты щит, ну ладно. Давай попробуем. Место лорда. Кстати, я вот обратил внимание, что вот на той картине, там мужик слева, он очень сильно похож на Тора. Которого из Рагнарёк. Если будет портрет показываться, я вам покажу этого чувака слева. Все, что ли? Ты че? О, окно, окно. Посмотрим на окно. Че там за окно? Рощи железностволов. Или железностволов, как правильно. Напишите в комментариях. А еще лучше, ребят, напишите в комментариях, что вы думаете по вот этой вот игре и по сериалу. То есть те, кто смотрели. Какое мнение вы можете дать по сериалу, по всем сезонам. И по игре. Просто вдруг мое мнение совпадет с вами. Хоть я и не смотрел. Гобелен. Вот. Вот. Обратите внимание на чувака слева. С бородой, который с топором. Вот он очень похож на Тора. Вот, 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 вот. Он на Тора похож очень. Эшер. Да. Вот он очень похож на Тора. К сожалению, его изгнали в Эсос. Мира. Мира. Полагаю, она все еще в Королевской Гавани. Возможно, ей придется вернуться домой. А возможно, и нет. Леди Форестер. Она всегда была добра ко мне. Относилась ко мне так, будто я и сам Форестер. Ну, главное, чтобы она не перегнула палку. А то иначе может произойти то, чего я, конечно... Чего, кстати, может произойти вообще в... В Игре Престолов. Но я не думаю, что это произойдет в игре. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Далее и Итан. Полагаю, теперь он Лорд Итан. Рио. Младшим сыном быть нелегко. Лорд Форестер. Для меня было честью служить ему оруженосцем. Грегор добрый. И вот. Тот, который Виттер из Ками. Родрик. Он был лучшим нашим воином. Ладно. Узнайте побольше о Форестер на страницах Кодекса. Но это потом. Похоже, ты прихамываешь. Всегда печально видеть воина, лишившегося чё. Но я в порядке. Мастер, вот чё. Так, показать меч. А может, не ему надо показывать. По-моему, не ему надо показывать. Давай поговорим. Ему показывать нельзя, мне кажется. А, подожди. Ты чувствуешь слабость в ноге? Нет? Я просто хотел поговорить. Давай. Я готов. По-моему, Вот тот, который мне отдал меч, Он, наверное, не против того, Чтоб я показывал всем свой меч. Он сказал, что надо Какому-то там чуваку Сказать то, что типа... Блин, я забыл, что надо сказать. Ну, вспомнил, вспомнил. А в смысле не важно. Кто лорд Дома Форстеров теперь? Конечно же, Итан. Ты чё, забыл? Ну да, забыл немного. В цитадели Мейстеры дают клятву Служить любому благородному телу. Как рог их направит. Быть советником лордом Форстера Было честь и для меня. С этом же будет сложнее. Он должен многому научиться, Ведь от него зависит будущее этого дона. Хорошо. Это пугает, если задумываться. Почему Уайтлихи ненавидят нас? Ненавидят Фостера. Можно сказать, что чувство ненависти взаимы. Никто даже не помнит, с чего началась вражда Этих двух домов. Несомненно, первая корот породила черту убийств. А теперь... Ну, ты видишь. Да. Теперь я понимаю. Уайтлихи хотят присвоить нашу рощу себе. Они об этом мечтают, особенно теперь, Когда болтаны у власти. Они бы вырубили все деревья. До единого. Такое уж и случилось. А что будет со мной? Хороший вопрос. При обычных обстоятельствах, Ты бы присоединился к Сиву Ройлоду и его людям. Но обстоятельства твоих обстоятельств Все немного усложняют. Лорд Итан решит, что с тобой делать. Лорд Форстер повысил меня. В Млизнецах. Теперь я не урженосец. Если это имеет значение. Пожалуй, имеет. Но решать все равно Лорду Итану. А могу я увидеться с Итаном? Он здесь? Здесь. Но сейчас он не готов принимать гостей. Он не любит, когда его тревожат во время игры на людне. А мне можно идти? Я думаю, с твоей ногой все будет в порядке. Время покажут, но... Леди Форрестер. Леди Форрестер. И его дочка с возвращением Гарри. Мы очень рады, что ты вышел. Благодарю вас, Мериди. Талия хочет увидеться с тобой. Гарри, я слышал о случившемся. Это правда? Твоя семья... Твоя семья... Да. Моя семья, это правда. Не стану скрывать. Все нормально. Мне тоже. Да и тут вместе я тоже на порно похож. А теперь спать. Скорее. Спать днем? Серьезно? Чувак, ты ничего не попутал? Гарри рассказывал мне, как Краба сражался, лорд Форрестер. Даже когда ей все было потеряно. Я уверен, что леди Форрестер хотела знать. Он был героем, Миледи. Смелее его на поле боя не было никого. Однако ему не удалось спасти сына. Ты ведь был с Родриком. Уверен? Может, не знаю. Ну, давай скажем вот так. Я забыл же, кто такой уродик. Он Краба сражался с Миледи. Конечно. Он был лучшим воином среди Форрестера. Мы с трудом перенесли эту утрату, особенно дети. Но мне сказали, что ты был последним. Кто ваш... Увидел моего мужа? Да, Миледи. Я знаю, это неприятные воспоминания, но не мог бы ты вспомнить его последние слова. Какие последние слова, до того, как он... ...последствия, если ты вспомнился. Это бы очень много для своей семьи. Он просил мне вернуть его меч. Он сказал, что тут ему самое место. Рядом с семьей. Спасибо, Гаррид. Не стоит. Благодарю себе. Они должны ответить за это. Это слишком опасно. Особенно сейчас. Сейчас самое время показать силу. Я просвежу, чтобы Итам получил его. Дункан, они сделали это на нашей земле. С нашими людьми. С твоей семьей. Почему, Дунканы? Я разделяю вашу злобу, но сейчас не время провоцировать Уайтлихов. Рамси снова приедет, чтобы услышать нашу присягу на верность. В пекло, Рамси, проклятый бастард. Гаррид, ты должен понять все серьезное положение. Ты убил Болтона, теперь хочет возмездие. Да насрать. Я готов с ним сражаться. Вот именно они на меня напали. А они скажут, что хранили порядок во имя дома Болтона. Тебе их не перескорить. Ну тогда мои слова скажет меч. Нам нужно действовать разумно. В течение недели к нам прибудет Рамси Сноу. И что прикажешь нам делать? Ничего. Я призываю вздумать головой, пока она не оказалась на плахе. Гаррид перенес утрату, как и все, кто живет здесь. Может тебе удалось разуметь своего дядю? Они заслуживают смерти. Они заслуживают смерти. Все они. Я предлагаю сразиться с ними. Присушиться к своему племяннику. Но у нас нет армии. Всех лучших воинов убили в близнецах вместе с нашим лордом. И как же нам действовать теперь? В любом случае, последнее слово будет за лордом Этаном. Он всего лишь мальчик, который не может удержать меч в руках. Он ничего не знает об военном деле. Он лорд дома Хорстера. И ему нужна наша помощь. Нам и так не хватает. Хотят, мы пресекнули им на верность. Теперь еще и это. Тебя обвинят в убийстве. А нас в укрытие преступника. Это было не убийство. Это было месть. Это было не убийство, а правосудие. Полтаны считают иначе. Для Рамси снова это будет по лодам убить всех на нас и передать огню. Желаю ему удачи. Боюсь, мы не можем пойти на этот риск. Поэтому тебе придется уйти. Куда? А я их не боюсь. Пусть они приходят. Я их не боюсь. Они убьют тебя, не задумываясь. Здесь ты не в безопасности, Гаррид. И если только одно место, где Болтаны не имеют никакого влияния. Ты отправляешь его на стену? Мачек не сделал ничего плохого. Болтаны считают иначе. Я не преступник. Дядя, ты не можешь так само поступить. Я не преступник. Мы не можем защитить тебя. Если ты остаешься здесь, то накричишь беду на осенью. Я знаю, ты этого не хочешь. Я знаю, что сложно понять. Но ты должен думать о доме. Я не буду ставить опасности. Я согласен. Я знаю, это не справедливо, но так будет лучше. Ну ладно. Хочешь так, будь по-твоему. Почему Мейстер и Дункан очень похожи. У них так одинаковый бород и внешность одинаковая. Отдаю тебе своего жреца. И еще прослежу, чтобы тебя снабдили. Но у нас мало времени. Уайлихи будут искать тебя. Да и пусть ищут. Я готов с ними сражаться. Надо бы только вернуть меч. Да ладно. Про Северян надо... Про Северян нужно сказать не Леди Форестера, а кому-то другому. Я уже забыл кому. Серьезно. Вот Дункану надо сказать про Север... Блин, если я ему сейчас скажу, это будет песец полный. А может и нет. Я просто не помню. Серьезно, я уже забыл. У меня почему-то опять палить, как у рыбы. Ну да ладно. Давайте посмотрим в записи. Где тут кнопочка? Так, ну что, 45 минут... Ооо, 45 минут, хотел сказать. 40 минут. Давайте, наверное, еще минут 10 посидим и все, я закончу пока на эту первую серию. О, все. Я бы с удовольствием вонзил меч в сердце Лорда Уайлиха, будь он у меня возможность. Серьезно. Видят Боги, однажды я сделаю это. Но сейчас я должен поздравить в Саадоне. Форестера. Я знаю, что ты не приступник. Форестер был бы горд, если бы ты поставил интересы дома выше своих. М-м-м, да. Я сделаю все возможное. Что часто не самое простое, но тем не менее необходимое. Может, ему надо сказать про Северя, я уже не помню. Я ждал подходящего момента, чтобы сказать. А, ему надо сказать! Что? А, надо ему сказать! Лорд Форестер просил мне передать послание. Он сказал, Северная роща не должна быть потеряна. А, ему надо это сказать. Прости. Ты заставил мне вас плохо. А где находится Северная роща? А где она находится? Это я не могу сказать, по крайней мере, пока. Многие даже не знают, что она существует. Они думают, что это миф, придуманный отечалами или глупцами. Пусть так все останется. Я вычел, и никому больше не говорил. Нет. Это важно, Гаррот. Леди Форестер спрашивала. Леди Форестер спрашивала. Леди Форестер спрашивала. Но я ничего не сказал. Отлично. Леди Форестер не ошибся, доверяясь к тебе. Отныне это будет наш секрет. Но вскоре мне может понадобиться в Северной рощи. Но больше пока я не могу сказать. Просто знай, что от Северной рощи может зависеть будущее нашего дома. Но не говори об этом ни слова на стене. Стань разведчиком, если сможешь. Это поможет. Ну давай, почему бы и нет. Нормальный жеребец. На самом деле у тебя. Железный изо льда. Железный изо льда. Запомни, ты представляешь дом Форестера. Твои действия на войне будут представлять honor и dignity of the house. Я буду сильный. Я знаю, что ты буду. Я знаю. Ну, ребята, вот такая вот Санта-Барбара. То есть надо было ему сказать. То есть игра нам потом напомнит, кому надо было сказать. Я вообще реально переживал, что... Гаррет, погоди! Что такое? Кулончик? Да, возьмем. Ну, бери, что ты. Береги себя. Ничего не обещаю, но постараюсь. Не ради тебя, но ради всего дома. Мейстер и Дунган очень похожи по внешности. У них одинаковые бороды, у них одинаковые лица. Это странно, но это факт. Как не странно. Почему, когда игра, она переходит от одной сцены к следующей, она постоянно делает так, что... Так, новый герой. Итан! Я так понимаю, мы будем переключаться между героями. Итан Форестер. Лорд дома Форестера. Что-то реально юный какой-то. Нигде не могу его найти. А ты? Он умеет хорошо отрадаться. И если у него есть мозги, то он покажется. Мне больше не нравится эта игра. Молчи, молчи, лучше молчи. Молчи, еще, еще попрятайся. Посиди еще. Молчи. 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 Мы выиграем эту игру, давай. Молчи. Рейон, посмотри-ка, кто здесь. Ах ты твай! Ах ты, глаза сты, твай! Не беспокойся. Всего лишь игра, Рейон. Глупая игра, но мне не нравится. Он боялся, что ты пропал нас совсем. Я уж начал думать, что мы никогда тебя не увидим. Не бойся, я тут. Обещаю, никуда не денусь. Сиди, ну куда ты денешься еще? Я хочу, чтобы мир тут была. И Эша, и Родрик. Я тоже. Но мир сейчас в королевской гаваде. Разве она не может вернуться? Я не хочу, чтобы она умерла. Рейон, она в полной безопасности, обещаю. Я еще не хочу, чтобы Гаррет погиб. Мистер сказал, что его что? О, мисс Гаррет. Он был красивый. Гаррет сильный. Он сможет от себя позаботиться. А это после того, как он уехал? Никто не говорит, что такого надел Гаррет, но... Я слышал разговор Дукана и Сира Роланда. Они говорили, что кто-то приедет за отомщение. Все беспокоятся за тебя, кроме меня. Я же знаю, что ты сможешь нас защитить. Кто говорил, что беспокоят меня? Ну, Сир Роланд, например. По его словам ты плохо дерешься. Че? А еще он назвал тебя молокососом. Сир Роланд забывает себя. Он не знает меня, а точнее того, что... А что значит молокосос? Не знаю. Это что-то нехорошее. Итан, пусть Сир Роланд научит тебя владеть мечом. Как настоящего мужчину. Он научил Родрика и Эшера. Он даже мне показал, как правильно сражаться. Лот обязан уметь обращаться с мечом. Ну, да, случай с настоящим мечом и не с палкой. Помнишь наше детство? Когда мы все играли здесь? Ты и я, Родрика и Эшер. Мы гуляли здесь часами напролет. А где был я? Ты тогда еще не родился. Нам было так весело, но потом все изменилось. Родик стал серьезнее и перестал улыбаться. Род занят. Род в тренинге. Он никогда не смеялся ниже. А Эшер? Эшер обозлился. На всех. А пообещай мне, что не станешь таким же. Прошу. Просто побудь собой. Ты мне нравишься таким, какой ты есть. Я и сам не хочу меняться, на самом деле. Я и сам... Я не хочу становиться злым, но, возможно, мне придется. Отец иногда злился. Но ты же хороший. Все так считают. Ну, я как не сказал. Раз ты новый лорд, значит, ты можешь делать все, что тебе злоба рассудится? Думаю, да. Все будут тебе подчиняться. А я могу есть все сладости, которые только захочу. Ну, ладно, ладно. Порадуем, малыша. У тебя будет сладостей столько, сколько ты захочешь. Че, правда? Ну, конечно. А почему бы и нет? Порадуем, малыша. Почему бы и нет? Лорд Эйдан, требуется ваше присутствие в Великом Чертоге. Поторапливайтесь. О, кайшки, иду. Че, пошли? Короче, это действие после того, как вот он уехал. Че случилось? В наш заманк прибыл лорд Уайтхилл. Без предупреждения. Его никто не приглашал. Он требует правосудия. В общем, все как всегда. А он не может поговорить с дуком. Он ведь в костячок. Останься с нами. Пожалуйста, Эйдан, останься. Он требует встречи с лордом. Нам и вправду нужно идти. Это ваша решение. Вы правы, милорд. Если я был прав, как бы помочь Эйдану остаться? Так, слушай сюда, мудак! Я хочу напомнить вам, Син Волланд, что это я новый лорд Дома Форестеров. А вы нет. А вы правы, милорд. Мне кажется, что он нас предан. Все хорошо, иди. Это важное дело. Ладно, давайте, наконец-то. Что-то у меня возникает ощущение, что вот этот он нас предаст. У него лицо такое прям вот... Лицо врага, серьезно. Я ему не верю. Вот этому, который со шрамом. Вот этому, как будто типа... Типа, аля, Эйдан. Опять зависает. Меня это раздражает. Так, ребят. Так, ребят. Давай. Давайте запись проверим. Так, ребят. Ну, все. Давайте пока что на этом мы с вами закончим. Спасибо, что вы на этом стояли. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Комментируйте. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать мои события. Ссылка вам в описании. Все удачи. Всем пока. Пока.